Книга «Открытым оком», 18-й том, вопрос 3260, тема «Жития». Кто такие столбники и как их занятие подтверждается Писание? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Столбники – это высшее противление прямому повелению Христа идти в мир, нести благовестие миру. Столбники заложили страшную мину под христианскую проповедь и на этом пришло магометанство. Магомету так и не встретился ни один христианин. Их вылавливали и морили на столбах и в монастырях подвижники в обратную сторону от Христова повеления. Столбник, латинская стилита. Святые преподобные, избравшие для себя особый подвиг – стояние на столбе как способ удаления от мира и сосредоточение на постоянной молитве. Хотя неопределенное упоминание об отшельнике, избравшем себе данный подвиг, имеется уже в словах Ефрема Сирина, умер в 373 году, эпоха столбников начинается лишь в V веке, когда к столбничеству обращается Святой Симеон Столбник. Святой Симеон около 390-459 года жизни. Сначала подвизался как монах, затем как ошельник в Северной Сирии, а в 423 году зашел на столб, где проводил время в непрестанной молитве. Столб поначалу был невысоким, но затем достраивался, пока не достиг приблизительно 20 метров высоту. Святой Симеон пользовался исключительным авторитетом в христианском мире. К нему стекались толпы верующих за советом и наставлением. Писали письма императоры, почитание его как святого распространилось еще при его жизни, особенно в сирийских общинах. В V-X веках пример Святого Симеона имел многих последователей, в том числе преподобный Данила V век, преподобного Иоанна и преподобного Симеона Столбника Младшего, VI век, преподобного Алипия, VII век и других. Образки с изображением столбников, которые приносили с собой паломники, возвращаясь после посещения этих подвижников, которые, видимо, могли благословлять эти образки, сыграли существенную роль в развитии иконопочитания. Подвиг столбничества был известен и на Руси. На столбе спасались, например, преподобный Никита Столбник Переяславский, умер в 1186 году, преподобный Савва Вишерский, умер в 1461 году. Столбники – это праздно, простоявшие на площади, которые так и не были наняты в виноградник хозяина. Они трудились в своем воображении, созерцали ветхую греховную Адамову природу, так и не почерпнув из животворящего источника благодать и благовестия. Не коснулись благодати призывающей и благодати обращающей. Матфея 27. Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Судей 18.4 Он сказал им, «То и то сделал для меня, Ниха нанял у меня, и я у него священником». «К Продолжение следует...